Парк скорой помощи у нас обновлялся в прошлом году и в позапрошлом, поэтому из 25 санитарных машин 14 со сроком эксплуатации менее 3 лет, остальные со сроком до 5 лет. На сегодняшний день все бригады скорой помощи оснащены ГЛОНАССом, что способствует оптимизации маршрута движения и выполнению норматива доезда до пациента, то есть 90% вызовов у нас обслуживается с временем доезда до 20 минут. Очень больной вопрос, который указал и обсуждал и в послании Федеральному собранию президента, безусловно, кадровое обеспечение отрасли. И тут мы не эксклюзив, и вы слышите и по телевизору, что очень большой дефицит врачебных, да порой и естественских кадров в отрасли, особенно в регионах. У нас на сегодняшний день укомплектованность с врачами с физическими лицами 51%, медсестрами 71%, несколько лучше по занятым ставкам. Мы стараемся вести и профориентационную работу, и работу по привлечению кадров в виде выдачи целевых направлений. И на сегодняшний день 71 целевик у нас обучается в Саратовском государственном медуниверситете, 10 ординаторов. Но, так сказать, при нашем дефиците в 200 с лишним человек врачей, конечно, пока что вот этого нам будет недостаточно. И проблема, она существует в целом, поэтому я хотела бы обратить внимание, что в послании президента прозвучало, что вопрос подготовки медицинских кадров должен стать ключевым. К 2024 году все медицинские организации должны быть обеспечены специалистами. И в приоритетном порядке это учреждение первичного звена. В связи с этим уже в текущем году условия приема в медицинские вузы необходимо изменить. По специальности лечебное дело 70% бюджетных мест станут целевыми. По специальности педиатрия 75%. Квоты на целевой прием будут формироваться по заявкам регионов Российской Федерации. Они в свою очередь должны предоставить гарантии трудоустройства будущим выпускникам, чтобы они приходили туда, где их помощи ждут люди. Ну и очень, так сказать, животрепещущий вопрос это заработная плата. Она у нас потихоньку растет, но то, что намечено в послании, это сделать прозрачной ее и фиксированный оклад, и чтобы зарплата оклада была не менее 55% гарантированной и зависела от средней по региону. По немобильным гражданам ситуация не изменилась. Как существовала выездная форма освидетельствования инвалидов немобильных на дому, она так и останется. Но вопрос о существовании у нас на территории Бюро медико-социальной экспертизы, к сожалению, сейчас не решен из-за отсутствия кадров. Поэтому наши пациенты, наши жители вынуждены на освидетельствование ездить в Саратов или в Энгельс. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова